Мы находимся в Заренков Гэллери на выставке художника Феликса Волосенкова, где все картины представлены из частной коллекции Игоря Чемисова. Игорь, название выставки такое необычное, загадочная карта рая как пришло такое название почему именно такое карта рая это как бы центральная картина которая представлена на этой выставке и она задает некоторое такое настроение выставки тема чего-то таинственного чем тема каких таких вещей которые не лежат на поверхности а как и творчество художника это какой-то такой свой мир созданный в его сознании поскольку я как бы сильно очень увлечен его творчеством мне показалось что эта тема будет наиболее интересна для зрителя и для специалистов в области современного искусства рай это что-то такое очень загадочное очень романтичная и нам показалось что ну и картина конечно великолепно сама по себе потому что кроме чудесные колористики и как бы прекрасного соотношения с форм здесь зашифрован дополнительный смысл потому что ну а кто бы не хотел узнать карту рая вот примерно такая идея была Игорь а сколько вообще картин феликса волосенкова у вас вашей личной коллекции ну в общем это такой вопрос не совсем однозначный то есть у меня очень много произведений феликса и мы с ним находимся в таком в некотором смысле взаимодействии при котором мои произведения доступны и художнику то есть как бы и его произведения доступны мне то есть это такой постоянный обмен и художник находится и сейчас в такой очень плодотворной стадии своей жизни несмотря на солидный возраст он продолжает творить продолжает сказать писать прекрасные картины вот и моя коллекция все время пополняется но может быть на сегодняшний день это 300 может быть даже и 400 его произведение это большое количество и вы знаете все все наизусть все поименно думаю что в большинстве случаев да то есть может быть какие-то названия я не знаю на сто процентов но ключевые произведения я знаю не только как они называются но и о чем они потому что не всегда по картине можно понять в нее как правило заложен скайте кроме колористики цвета композиции в нее скайте художник закладывает еще дополнительный какой-то смысл и иногда этот смысл очень глубокий игорь мы остановились около пожалуй моей любимой картины на данной выставке апостол пётр и павел в квантовом пространстве я до этого сидела и минут 15 не могла отвести взгляд расскажите про нее ну да евгения конечно это очевидно шедевр вот значит тема выставки карта рая поэтому где-то отчасти тема религии которая проходит через все творчество художника она зашифрована и в этой картине апостолы петр и павел это ски достаточно известные библейские персонажи а вот и как бы художник таким образом передал какую-то такую свою экспрессию энергетику это этой картины да но отсылка квантовому пространству говорит о том что в некотором смысле это перенесено в сегодняшнюю нашу жизнь потому что как вы понимаете ничего квантового в те времена не было такое удивительное до смешения да вот в этом как раз и радость от современного искусства игорь в каком жанре написанной картины но как бы художественный стиль называется абстрактный экспрессионизм то есть ну что такое абстракция понятно а экспрессионизм от слова экспрессия то есть впечатление вот так называется вот по поводу современного искусства вот на мой взгляд она ведь не для всех расскажите как его понимать можно ли научиться и как может быть кому-то дано кому-то не дано или это как с оперы и балетом ты пришел и тебе понравилось либо тебе никогда это не понравится ну очень хорошее сравнение современное искусство конечно требует погружение то есть требует времени изучения и как правило мы в каких-то вопросах начинаем с чего-то более понятного и простого ну если допустим музыка то есть мы как правило слушаем какую-то музыку простую эстрадную веселую которая понятно нам радует нас но постепенно постепенно мы приходим какой-то музыки более серьезный там к джазу или может быть даже классической музыки также и с искусством то есть начиная с каких-то понятных произведений искать всемирно известных мы постепенно постепенно приходим к более сложным вещам которые более может быть где-то отчасти не так сказать популярны но в то же время они нас волнуют уже как людей которые погружены искать и для людей которые имеют какой-то определенный уровень знаний а вот на данный момент вот допустим если человек вот ну не искушенный такой зритель не искушенный смотритель искусства и вот говорит но не понимаю я современное искусство можно ли научиться его понимать конечно можно то есть самый главный совет это насмотренность то есть надо много смотреть надо ходить на выставки интересоваться я бы очень посоветовал бы и предложил начать вообще с государственного эрмитажа где выставлены чудесные коллекции щукина и морозова в частности произведения анри матиса и может быть где-то с них бы я и начал сказать тем более здесь петербурге есть великолепная возможность посмотреть чудесные произведения матиса музыка и танец и начать где-то отчасти с этого и постараться как-то папа понять это сказать соотношение цвета соотношение линий то есть и может быть через какое-то время вы как и я скажете что матис великий живописец всех времен народа все картины здесь представлены из вашей личной коллекции сколько здесь картин на этой выставке она как бы пространство ограничено ской площадями сказать то есть количество стен равняется количеству картин да и здесь на выставке всего 15 картин это конечно очень маленькая часть моей коллекции я как бы являюсь импресарию этого художника то есть я занимаюсь его продвижением его популяризации поскольку я влюблен его творчество считаю что его картины выражают самые интересные такие чувства экспрессию вот и эта выставка одна из череды выставок которые я организовываю а как произошло ваше знакомство с художником ну наша история скрыть которая началась лет может быть 15 может двадцать назад у феликса василища была персональная выставка государственном манеже и там абсолютно случайно мы познакомились я к тому моменту был уже увлечен современным искусством и в какой-то момент сказать обратил внимание начал скидь знакомиться потихонечку насыщать свою коллекцию его произведениями и эти отношения переросли в дружбу вот и в такое большое увлечение может быть и где-то отчасти главное дело моей жизни в одном из своих интервью вы сказали что когда вы пришли по моему в седьмом классе сказали родителям что вы решили стать художником то ваши родители сказали ну что разве художник эта профессия а вот на ваш взгляд художник это больше профессия это хобби призвание это как говорится как получится что если вот вы например начните рисовать или там что такое но для вас это будет ход если вы этим не занимаетесь так постоянно надо те кто ничего другого не может значит там это была смешная история насчет 7 класса потому что кем быть у маяковского лично что вы знаете да когда конечно вот у меня растут когда будут мне 17 я подумал что раз так то может быть надо заранее понять вообще чего же 18 вот кем будет может быть геологом тогда было модно геологи хотели нам все вот если я геолог например буду геологом буду ходить там всюду в экспедиции как геологи ходят да а потом где-нибудь сяду и что-нибудь нарисую пейзаж вот это рисовать все оказывается это присутствовало сегодня даже там когда геологом до рисовать на пейзаж а так как я все-таки уже рисую с детства потому что следу пойти художники художества училище художеств игорь что произойдет с картинами после завершения выставки куда они отправятся ну сначала конечно они приедут ко мне в какие-то мои скромно кипр и не 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 в петербурге здесь вот а потом у меня постоянно происходит какая-то ротация то есть возможно что какая-то из этих картин вообще сказать на какое-то время будет сказать украшать какое-то пространство в котором я живу здесь в петербурге и такая ротация она позволяет как бы с этим искусством не расставаться то есть вы планируете скоро опять вернуться в петербург да я в принципе достаточно часто нас ките перемещаюсь это самолеты это романтика определенная это сказать такая вещь которая позволяет почувствовать вкус жизни то есть сегодня ты на кипре в средиземном море завтра ты допустим в петербурге или в москве или может быть в вене вот как раз хочу сказать что вот эта картина называется вид из самолета как явление то есть художник изобразил таким образом сказать вот то что мы видим из окна иллюминатора и мне это очень близко и знакомо во первых в ней заложен такой дополнительный смысл что мы как правило все таки видим много красок то есть несмотря на то что может быть картинка быть даже черно-белый танк смотря где мы летим да но тем не менее мы в своем сознании рождаем много-много всяких сказать красок которые в раскрашена наша жизнь да и вот это то что позволяет мне лично до ощущать вкус жизни перемещаясь ну а художник каким-то образом мне даже в этом где-то отчасти помогает то есть когда я смотрю на эту картину я вспоминаю какие-то свои последние путешествия но я уже говорил что здесь на выставке много картин разных которые находят отклик до в моем сердце и которые мне очень нравятся вот но вот эта картина кроме того что она сказать очень красивая и называется явление солнца в пустыне в ней еще есть дополнительно какой-то смысл и феликс васильевич сейчас нам сказать расскажет что что он имел ввиду но это смешно конечно какой смысл солнце да ребята но здесь самое смешное то как говорил казьма прутков даже на солнце бывают пятна и вот эту шутку я собственно изобразил игорь у вас невероятно красивый дом но как я успела заметить тут картины и не только феликса да в общем а у каждого коллекционера и человека который интересуется искусством есть какой-то свой путь вот и когда я только начал интересоваться искусством в петербурге очень много достойных художников и мне посчастливилось познакомиться со со многими лично и купить у них картины и был такой период когда не оставил перед собой цель ну что ли иметь картину каждого может быть известного и достойного художника петербургского в первую очередь ну может быть и московского где-то вот но потом произошла ситуация что мне посчастливилось познакомиться с феликсом васильевичем лазинком и постепенно знакомясь с его творчеством знакомясь с ним как с человеком ну и конечно приобретая его картины сказать мои симпатии практически полностью были посвящены феликсу и в какой-то момент они но как бы закрыли мой интерес другим художникам и те картины которые в моей коллекции есть это и для богомолов с культовая фигура для петербурга и вячеслав михайлов и александр сотников и елена фигулина чудесная художница и владимир шинкарёв конечно и так далее то есть это достойные произведения достойных художников но картины феликса лосенкова для меня сейчас конечно главный игорь как картины известных художников попадают вашу коллекцию ну это процесс процесс такой небыстрый то есть сначала происходит знакомство с творчеством потом я стараюсь чтобы было личное знакомство ты попадаешь мастерскую художника и знакомишься с его творчеством он как правило показывает какие-то свои произведения и потихонечку ты скрыть основываясь на свой вкус на свое отношение скрыть к тем или иным направлением выбираешь и скрыть договариваться с художником и потом эти картины попадают значит она стену а все картины феликса прошли ваше одобрение все нравится ну конечно то есть поскольку феликс волосенков художник номер один в моей жизни то практически все произведения которые есть моей коллекции они прошли достаточно серьезный мой такой отбор феликс василищ очень плодородный художник он очень много писал картин и в разные периоды своей жизни и даже сейчас находясь в достаточно таком уважаемом возрасте и поскольку есть доступ и есть большой выбор то у меня есть счастливая возможность сказать ну выбирать на свой вкус может быть лучшее что я вижу а художник не обижается если какая-то из его картин не прошла ваш отбор но это хороший вопрос потому что нашей с ним дружбе уже наверное где-то скоро будет 20 лет и да и поскольку творчество феликса василича это сказать не непростой такой стиль его называют иногда даже экспрессивный фавизм то есть даже такой термин придуман то я тоже расту вместе с его картинами то есть и на каком-то первоначальном этапе возможно я не принимал какие-то для себя вещи в его творчестве и пытался может быть найти что-то для меня более понятное но постепенно постепенно я понимаю художника понимаю его творчество и как мне кажется тоже подтягиваюсь к его уровню восприятия игорь и зачем люди украшают свой дом произведениями искусства ну знаете как есть понятие интерьера интерьер это какая-то созданная история и без живописи без какой-то живой культуры интерьеры как бы не не дышит вот и в зависимости от уровня увлечен увлеченности вовлеченности человека в искусство мы можем сказать украшать свои интерьеры большим количеством новый человек очень увлеченный да я считаю что это очень мотивирует и очень даже в тех случаях когда там петербургская погода что-то еще не ладится да то искусство нам просто помогает жить похож один в один расскажите про эту картину но эта картина одна из моих самых любимых портрет что что называется удался задумка феликс васильевич изобразил меня в полный рост и вдохновила его творчество знаменитая картина кустодиева которая находится здесь неподалеку кстати пошли опидаем портрет федора шаляпина конечно там совершенно другая стилистика но тоже в полный рост и интересно то что мы находимся где-то там в 300 метрах от музея шаляпина это здесь на улице графтео где находится этот замечательный портрет вот а то что сделал феликс васильевич это отдельная конечно история но во первых очень интересная экспозиция значит и голубые глаза в общем и самое интересное что он вложил мне в карман это был мой вопрос да что тамализирует до реки тогда это была такая его идея значит и я не знал об этой его задумки и когда он мне вручал этот портрет он говорит что игорь вот значит я тебе вложил в карман такие разноцветные шарики но поскольку мы с ним уже много-много лет дружим и знаем друг друга и он знает меня сказал что таким образом он хотел подчеркнуть но что ли такую очень разностороннюю мою натуру то есть мое такое наполнение в которой много разных в моем характере много разных цветов ну сразу скажу что это моя практически любимая картина из всей моей коллекции это конечно феликс лосенков да для для меня это вообще анри матис что-то здесь прослеживается и цвет и это настоящая живопись в моем понимании с ней связана очень интересная история это была одна из первых картин которую я решил приобрести у феликс в общем история с этой картины связана такая что мне сразу она очень понравилась и но я был еще достаточно таким новым человеком в искусстве и некоторые вещи не понимал и на тот момент я был увлечен большими форматами то есть мне нравились большие картины два на два то есть я стремился где-то к этому тем более площади позволяли загородный дом большой и и когда я увидел эту картину первая была мысль и первый вопрос который я задал феликс феликс мне очень нравится картина но нельзя ее ну может быть повторить то есть сделать копию но только большего размера поскольку мне показалось что она ну немыслимо интересно на что фильм сказал да игорь в принципе это не сложно единственное что кто будет позировать у тебя есть я говорю смысле вы хотите сказать что эта картина написана живой натуры он посмотрел на меня у коризнинг а ты что думал это настоящее искусство